Друзья, приветствуем вас на нашем канале. Внедорожники у россиян пользуются особым спросом, особенно у тех, кто увлекается охотой и рыбалкой. В целом этому есть объяснение. Дело в том, что именно им приходится чаще всего оказываться там, где дороги имеют лишь условное название. При этом не все актуальные модели в полной мере отвечают данным запросам. Соответственно, в дело вступают тюнинг компании, либо сами владельцы, желающие улучшить свой транспорт в плане как комфорта, так и проходимости. Так, сотрудники бронетанкового завода в Армавире внесли ряд серьезных модернизаций в легендарный ГАЗ-66, который многим известен как Шишига. Надо сказать, автомобиль в итоге получился очень интересным, функциональным и практичным. Но перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал, у нас много интересного. Создание этого автомобиля во многом обусловлено тем, что любителям рыбалки и охоты часто приходится преодолевать участки, где дорог нет в принципе. Соответственно, для этого требуется транспорт, отвечающий данным запросам. С другой стороны, такие поездки по времени занимают не несколько часов, а порой несколько дней. Безусловно, им нужно обеспечить себе хотя бы минимальный комфорт. Именно эти два параметра сотрудники бронетанкового завода и взяли за основу в процессе модернизации ГАЗ-66 Шишига, которая в итоге получила интересное название «Барсук». Автомобиль преобразился визуально и внутри, а также приобрел некоторые новшества в оснащении. Особый акцент разработчики сделали на его показателях проходимости, которые практически ничем не уступают легендарному армейскому грузовику. Перед тем, как перейти непосредственно к модернизированному варианту, стоит слегка углубиться в историю грузовика. По сути, это автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4х4. Как и у большинства других аналогичных моделей, ее кабина расположена над двигателем. Несмотря на то, что проект ГАЗ-66 стартовал в конце 1950-х годов, товарный вариант грузовика сошел с конвейера только в 1964 году. При этом его производство осуществлялось вплоть до 1999 года. Из-за двух шестерок в названии грузовик прозвали Шишигой. Использовался он как в гражданских целях, так и в военных. В частности, его до сих пор можно встретить в некоторых войсковых частях. Теперь же стоит перейти к более интересной теме – тюнингу. Надо сказать, он заслуживает внимания. Умельцы провели достаточно масштабную работу, внеся много интересных решений, которые и позволили получить из грузовика комфортный внедорожник с отличными показателями проходимости. Основная целевая аудитория – рыбаки и охотники, выезжающие в зоны с серьезным бездорожьем. При этом от оригинала у новинки осталась, можно сказать, только кабина, так как все остальное претерпело серьезные модернизации, а задняя часть вовсе была полностью создана с нуля. Перед тем, как перейти к оформлению салона, умельцы приступили к работе над шасси. Этому есть вполне логичное объяснение, так как основная цель создания внедорожника – это возможность проехать по участкам с серьезным бездорожьем. При этом разработчики решили использовать шасси от бронированного разведывательно-дозорного транспортного средства, известного как БРДМ. Безусловно, перед тем, как сверху закрепить кабину от ГАЗ-66, ее слегка модифицировали в соответствии с последующими корректировками, которые претерпел грузовик. На этом модернизации Шишиги не закончились. Но перед тем, как продолжить наш рассказ, хотелось бы узнать ваше мнение об этом проекте. Нравится ли вам основная идея такого тюнинга? Согласны ли вы с решением умельцев использовать платформу от БРДМ в сочетании с некоторыми современными опциями, которые появились в арсенале Барсука, или сделали бы по-другому? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А мы продолжаем. Как уже упоминалось выше, построен внедорожник на независимой торсионной подвеске, которая отличается хорошими показателями в плане преодоления сложных участков дороги. Помимо этого, разработчики уделили внимание днищу, сделав его полностью плоским. За счет этого удалось обеспечить максимальную защиту ключевым узлам автомобиля. Впечатляет показатель дорожного просвета. У нового внедорожника Барсук он равен 50 сантиметрам. Как видно, большинство преград для него абсолютно не страшны. Особый акцент разработчики сделали на том, что он спокойно может проехать реку вброд. В оснащении ГАЗ-66 появились две раздаточные коробки и технология автоматической подкачки колес. За счет этого удалось существенно повысить уровень безопасности внедорожника, так как в самый неподходящий момент не будет сюрприза со сдутыми шинами. При этом он получил лебедку, которая способна выдержать груз до 16 тонн. Казалось бы, незначительная деталь, но именно она существенно расширяет возможности автомобиля. По крайней мере, можно преодолеть множество преград, не затрачивая серьезных усилий на это. Кабина, как уже говорилось выше, по сути осталась прежней. Ее просто установили на шасси, уделив особое внимание в дальнейшем на модернизации задней части. Именно здесь в полной мере проявилась фантазия умельцев бронетанкового завода. Здесь удалось организовать жилой отсек, в котором имеется все необходимое для комфортного отдыха. Безусловно, говорить об изысках не приходится, но необходимое оборудование для этого имеется. При этом строить жилой отсек умельцам пришлось самим полностью с нуля. Сделан он прямоугольным. По бокам удалось разместить несколько окон, но дверь имеется только с одной стороны. Жилой отсек рассчитан на 6 человек, для которых предусмотрены спальные места для каждого, а также кухонный блок с соответствующим оборудованием. В частности, здесь имеются раковина и плита газового типа. За климат внутри отвечает встроенный автономный отопитель. Причем он регулирует не только уровень температуры, но и влажности. Что касается технической начинки нового внедорожника, то для него использован достаточно мощный двигатель MMZ D245-30. Его производительность соответствует 160 лошадиным силам. Кстати, его также позаимствовали у БРДМ. В качестве топлива он использует дизель, но его расход впечатляет. До 15 литров на каждые 100 километров пути. Разогнать же его можно до максимальных 60 километров в час. Кстати, запасное колесо размещено впереди, за счет чего также удалось выдержать баланс автомобиля. Удивляет то, что создателям удалось пройти регистрацию гостехнадзора, получив соответствующие документы и разрешение на езду по дорогам общего пользования. Дело в том, что не все аналогичные проекты успешно проходят достаточно сложное сертификационное испытание. Причем его можно использовать не только для поездок в труднодоступные места, но и по городу. Правда, для этого потребуются водительские права категории машинист-тракторист. В какую стоимость обошлись внесенные модернизации, неизвестно. Тем не менее, проект действительно заслуживает внимания. Стоит отметить, что внедорожник в полной мере отвечает заявленным выше запросам. Причем это не только автомобиль, способный проехать по серьезному бездорожью и преодолеть даже водные преграды. Хотя умалять данные его преимущества также не стоит. Намного интереснее то, что имеется жилой отсек, где при необходимости можно с определенным комфортом переночевать или просто отдохнуть. Разработчики уделили внимание не только отдыху, но и тому, чтобы было где приготовить еду. В целом, внедорожник можно назвать «домом на колесах». с отличными показателями проходимости. По сути, поставленной цели разработчики добились, получив интересный и практичный во всех смыслах автомобиль. На этом наш рассказ подходит к концу. Благодарю за просмотр. Поделитесь в комментариях вашим мнением по этому проекту. Стали бы вы дополнять вполне универсальный внедорожник на шасси от БРДМ с жилым отсеком со спальными местами и кухней? Или сделали бы все по-другому? Понравились ли вам внесенные в грузовик модернизации? Будет интересно узнать, что вы думаете о данном проекте. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи!